Наконец-то дошло Международный валютный фонд теряет клиентов Наконец-то дошло Международный валютный фонд теряет клиентов 8 часов 4 декабря 2019 года Обновлено 8.10.4 декабря 2019 года В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ Москва, 4 декабря новости, Александр Лесных Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что не будет брать у МВФ оставшиеся 11 миллиардов долларов по текущей кредитной программе, потому что пьянство не лечит вином В начале ноября о намерении отказаться от поддержки фонда сообщил президент Молдовы Дадон А правительство Белоруссии ограничило взаимодействие только техническими консультациями И даже министр финансов Украины пообещала свернуть сотрудничество с этой международной структурой к 2023 году Почему МВФ уже не выглядит спасителем слабых экономик в материале РИА Новости Дважды на одни грабли Перед новым президентом Аргентины Фернандесом стоит практически невыполнимая задача исправить то, что наворотил его предшественник Маурисия Макри Набравший кредитов у МВФ, из-за чего газдолг вырос до 300 миллиардов долларов Для сравнения, ВВП страны в прошлом году, по данным Всемирного банка, составил 518 миллиардов В качестве первого шага к спасению национальной экономики Фернандес планирует отказаться от дальнейших кредитов по линии МВФ, чтобы не загонять страну еще глубже в долговую кабалу Мне нужно решить огромную проблему с долгами, неужели я стану просить еще 11 миллиардов? Я хочу перестать просить и чтобы мне дали расплатиться, заявил он в эфире радиостанции Конву 10 ноября, 8 часов Мы знаем, что будет дальше Мир погряз в долгах Финансовые трудности Аргентины резко обострились в 2015-м, когда президент Макри, придя к власти, попробовал выйти из экономического кризиса с помощью неолиберальных реформ Создать свободный рынок, приватизировать предприятия и уменьшить роль государства в экономике Не справившись с этим самостоятельно, он попросил 57 миллиардов долларов у МВФ Его не остановило то, что Аргентина уже пострадала от МВФ в конце прошлого века В 1990-е годы министр экономики Доминго Коваля запустил программу либеральных реформ, в ходе которой, в частности, освободил иностранных инвесторов от налогов В Аргентину устремили зарубежные бизнесмены, МВФ выдал кредиты на оплату старых долгов Но после того, как соседняя Бразилия девальвировала свою валюту, инвесторы предпочли перебраться туда, оставив Аргентину ни с чем В МВФ заявили, что спасти страну от дефолта уже не получится, и отказали в очередном транше МВФ выдает кредиты только в связке с рекомендациями по реструктуризации экономики должника, которым тот обязан неукоснительно следовать Это и стало главной экономической ошибкой Макри Вместо того, чтобы помогать национальному бизнесу и создавать новые рабочие места, как было в Южной Корее, правительство Аргентины взвинтило ключевую ставку Центробанка до 60%, лишив предпринимателей финансирования В то же время, по совету фонда, были урезаны социальные расходы, что привело к 15-кратному удорожанию коммунальных платежей Закончилось все социальной катастрофой Резко ухудшилась демографическая ситуация Рождаемость упала, зато эмиграция росла лавинообразно Более того, из-за сокращения бюджетной поддержки медицины в стране разразилась крупнейшая с начала века вспышка кори Уже официально зарегистрирован 61 случай заражения корью, потому что правительство морально опустилось до отказа в вакцинации населения Все это результат следования любой ценой плану Международного валютного фонда Мы должны срочно исправить ситуацию, написал президент Фернандес в твиттере Стандартный сценарий Экономисты не зря сравнивают Маурисия Макри с Петром Порошенко Экс-президент Украины пошел по тому же пути 13 ноября, 8 часов Обещать не значит жениться, Нафтогаз обманул всю Украину МВФ указал, цена на газ для населения должна быть рыночной Ну тогда обеспечьте зарплаты, прожиточный минимум, рабочие места тоже, чтобы это отвечало возможностям рыночной жизни Или надо слушаться МВФ, или думать об интересах наших людей Я считаю, что власть должна думать о наших людях и исходить из их интересов Ну, а власть пока думает и выполняет хотелки МВФ, негодует народный депутат Украины Виктор Медведчук Эффект от таких мер не был бы столь разрушительным, если бы сначала Порошенко обеспечил подъем малых и средних предприятий, как следствие, доходов населения Но он просто взвинтил цены на коммуналку Покупательская способность граждан упала Страна погрузилась в пучину экономического кризиса В Киеве понимают, итоги дальнейшего сотрудничества с МВФ будут плачевными Но слезть с этой иглы пока не могут В конце ноября глава Минфина Оксана Маркарова сообщила Что власти Украины намерены закончить работу с фондом в 2023 году Чтобы у нас не стоял вопрос, когда мы получим новый транш, а могли себя обеспечивать 10 сентября, 8 часов Кому достанется Украина, Киев готовят распродажу страны по требованию МВФ В Киеве не сомневаются, что справиться с пиковыми выплатами по внешнему долгу в 2019-2020 годах не получится Если из бюджета выпадут доходы от транзита российского газа Поэтому нынешний глава Минэнергия страны Алексей Аржель в начале декабря заявил о необходимости сменить руководство Нафтогаза В первую очередь это касается действующего председателя правления газового монополиста Андрея Кабалева Провалившего трехсторонние переговоры по транзиту Газпром предлагал ему вернуться к прямым поставкам с 25% дисконтом о цены Которую Киев платит за тот же газ сейчас Но он отказался Теперь президенту Владимиру Зеленскому придется лично обсуждать этот вопрос с Владимиром Путиным на предстоящей встрече в нормандском формате Эксперты уверены МВФ попросту не позволит отправить в отставку главу Нафтогаза Ведь это противоречит планам фонда окончательно разорить страну и распродать ее по дешевке западным инвесторам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok